Если метафорично, то это объяснить на уровне простого языка. Восемь причин для использования – это номер один – профессиональная глобальная сеть в мире, здесь на украинском я буду транслировать, это снайперская винтовка, это максимально эффективная search engine optimization, если провести такой тест, если вы вбьете свое имя, фамилию в Google, даже если у вас есть свой сайт, есть Facebook, Google алгоритм выдаст ваш LinkedIn профиль, если он более-менее нормальный в первых строках поиска. Это означает, что LinkedIn очень сильно дружит с Google, с Google поиском. Если у вас правильный профиль, есть большая вероятность того, что люди, которые вбивают в поиски Google вашу имя, имя, фамилию, они получат сразу переход на ваш LinkedIn профиль. Это легкий доступ до LPR бизнеса, вся практичная моя деятельность показывает, что общаться можно с корпоративным бизнесом по-разному. Ты можешь месяц вести переписку с людьми, но потом оказывается, что они не принимают решения в бизнесе. Ты просто потратил свое время, энергию, ресурсы, и не добился результата. Я люблю процесс, но мне нравится больше результат, когда в результате ты получаешь то, куда ты целился. Поэтому LinkedIn очень помогает найти правильных людей и прицелиться, и выстрелить. Это эффективный нетворкинг и B2B продажи. Это бесплатный пиар-рупор вашего бизнеса. Прошлый выпуск был про инбаунд-маркетинг. Я покажу реальную рабочую формулу, которую можно объяснить трехлетнему ребенку, и он поймет, что такое инбаунд-маркетинг, и как его можно зашить в коммуникации по любым социальным каналам, социальным сетям, в том числе LinkedIn. Это бесплатный лейдинг-пэдж, я называю LinkedIn 3D-модель профессиональную, тебя как специалиста. Любой человек, который заходит на мой профайл, может посмотреть на меня как в 3D-модели с фокусом на профессиональную мою деятельность. Если Facebook и Twitter – это более как бы про персоналити, то LinkedIn – это персоналити плюс профессиональный все-таки фокус. Поэтому, еще раз, LinkedIn – это 3D-модель вас как профессионала, на мое глубокое убеждение. И это уникальная возможность собрать такие рекомендации клиентов, рекомендации коллег в одном месте. Поэтому с LinkedIn-профайла вы можете зайти на сайт, на ваш рабочий сайт, на ваш персональный сайт, перейти по рекомендациям людей, посмотреть, кто они, чем они занимаются, какие у них результаты и так дальше. Это воронка продаж, которую можно раскрутить через LinkedIn. Движемся дальше. Фото все знают, которое должно быть, но когда видишь профайлы, в том числе и IT-гуру, и видишь, что их фото не соответствует их профессиональным качествам, которые они декларируют и хотят, чтобы их увидели. Поэтому фото должно быть профессионально, но должно быть с фокусом на лицо. Можно с улыбкой. Для глобального рынка улыбка более презентабельна. В странах СНГ, если ты очень сильно улыбаешься, люди начинают думать, что у тебя так все хорошо, поэтому здесь надо сдержаннее быть, да, с улыбкой. Но и как бы я рекомендую все-таки в цвете, не на фоне ковров, не на фоне размытого пейзажа. Однотонный фон и детальный фокус на лицо. Плохие примеры и хорошие примеры. Слева Олег Брыгинский. Я хочу сделать с ним интервью. Кто не знает, кто такой Олег Брыгинский, загуглите. Это человек, который номер один в мире по просмотрам LinkedIn профиля. Человек, который... Номер один? Номер один в мире по количеству просмотров. Это человек, который использовал все технически возможные символы, которые можно внести, есть возможность внести в LinkedIn профайл. Поэтому я хочу сделать с ним, так как мы с тобой, Сергей, онлайн интервью для того, чтобы узнать лайфхаки, как добиться номер один позиции на глобальном масштабе. А вот справа это фото, как не надо делать. ЛСД фон, фото на уровне дверей, там флипчарт, оригинальный директор на фоне магазина, там стурчек. Ну это все не работает. Слушай, Игорь, но может быть у ЛСД фона есть свои поклонники и все-таки очень узкая ниша? Ну разве так, да. Если ты продаешь ЛСД и ты понимаешь, что этот месседж должен быть транслирован и понят в аудитории, возможно, это лучший фон. Если ты занимаешься профессиональным бизнесом, я думаю, это не лучшая визуализация тебя, как профессионала. Бэкграунд фото – это то, что часто не используют и не понимают, как его использовать люди, которые имеют профайл. Я считаю, что это бесплатная площадка маркетинг, в которой ты должен, как профессионал, зашить какой-то месседж. Да, мой месседж простой. Без эксцепшн. Будь уникальным. Покажи свою уникальность. Я как раз помогаю людям, людям и бизнесу показать и найти их уникальность. Я рекомендую сделать кастомизацию, сделать корпоративный бэкграунд. Можно разместить лого компании, можно разместить мото. Разместить call-to-action на бэкграунд фото. Это максимально делает тебя уникальным. Поэтому считаю, что красть в бэкграунд фото у других не надо. Я так делал, не надо это делать. Лучше сделайте свой, правильный, с посылом для своей целевой аудитории. И еще такое важное добавление. Профиль в LinkedIn вы делаете не для себя. Вы делаете профиль для своей целевой аудитории. Это еще одна мантра, которую нужно проговаривать тебе каждый раз, когда вы вносите правки в свой LinkedIn профайл. Каждый клиент потенциальный, который заходит на ваш LinkedIn профиль, должен ответить четко на вопрос, что здесь я могу взять для себя. Что конкретно для себя я могу взять. Поэтому, если ваш профиль дает ответ на этот вопрос, пожалуйста. Игорь, у меня предложение к тебе сейчас прямо в онлайне родилось. Давай, допустим, народ сделает репост. И чех, кто репостнул, мы просто выберем рандомным способом, и ты проанализируешь один профиль. И просто вот мы сделаем коротенький вообще мастер-класс 15-минутный, где скажешь, дружище, вот здесь плохо замени на вот это. Здесь плохо замени на вот это. Вот здесь отлично. Вот здесь добавь то. Я готов выступить LinkedIn хирургом и отрезать то, что не работает и прошить то, что работает. Окей, друзья. Все, кто сделает репост, мы попробуем отобрать случайным абсолютно способом. Пока не знаю как, но мы выберем абсолютно случайного человека из тех, кто сделал репост этого видосика. И Игорь в онлайн прям проведет препарацию его LinkedIn профиля. Я уже боюсь, потому что я сейчас наберусь обязательств. Все, больше не будет пока. Хорошо, движемся дальше. Обязательно нужно проверить, как выглядит бэкграунд-фото на мобильной версии. Потому что часто вы зашиваете мото либо какое-то сообщение, и оно потом на мобильной версии обрезается. Поэтому нужно всегда синхронизировать. Люди часто заходят в LinkedIn также через мобильные телефоны. Поэтому нужно всегда проверять. Вот это плохой пример. Серьезный человек, председатель правления, но у него на бэкграунде многие его сотрудницы и стеклянный стол. Наверное, это не тот месседж, который он хотел транслировать, размещая это фото. Поэтому смотрите, как сжимает его LinkedIn и что выходит в результате. Профессиональное имя и хедлайн. То есть я называю хедлайн Elevator Pitch. Почему Elevator Pitch? Представьте, что вы едете в лифте, и напротив вас стоит человек с деньгами, который готов инвестировать миллион, два, пять, десять в ваш бизнес. У вас есть 30 секунд, пока лифт доедет. Если вы не успели, сори, никто вас догонять не будет. Вы никому не нужны в бизнесе. Если вы четко не заявляете, кто вы и какая польза. Поэтому, если ваш хедлайн не транслирует ценность, которую вы можете принести своим бизнесом, своим продуктом, своим сервисом целевой аудитории, ваш LinkedIn профайл не работает. Поэтому, домашнее упражнение, постарайтесь за 30 секунд объяснить трехлетнему ребенку, чем вы занимаетесь, что вы делаете в своем бизнесе. Это не так просто, как может оказаться на первый взгляд. Это задание, я бы сказал, звездочкой, потому что опыт показывает, что иногда в результате этой деятельности люди вообще понимают наконец-то, о чем их бизнес. Поэтому, у меня здесь все просто. Я ищу бизнес-возможности для КМЗ, для роста КМЗ. Я помогаю людям и компаниям быть уникальными в LinkedIn. LinkedIn ментор. Все понятно. Я могу рассказать это трехлетнему ребенку. У вас есть 110 символов для того, чтобы зашить этот месседж в вашей целевой аудитории. Поэтому используйте каждый символ, тестируйте, меняйте, видоизменяйте. Возможно, у вас появляются какие-то инсайты, и вы понимаете, что эту ценность можно запаковать по-другому. И это работает. URL – это Uniform Resource Locator. Это укороченная ссылка на ваш LinkedIn профайл. Я сапожник с сапогами покажу, если видно. КМЗ Индустри. О, не видно, не видно. Дело в том, что у тебя презентация запущена, потому не видно. А, окей. Короче, я потом сделаю фотки своих визиток, чтобы все увидели. У меня на профессиональной визитке КМЗ, на визитке моей как LinkedIn ментора есть ссылка на LinkedIn профиль. То есть, любая коммуникация, которая исходит от меня в формате КМЗ Индустри, каждый может перейти на мой LinkedIn профиль. У меня в электронной подписи зашита ссылка на мой LinkedIn профиль. Как профессиональный, так и персональный. Поэтому кастомизируйте его, сделайте его правильным и зашивайте его в электронные подписи, в визитки, максимально в любые точки контакта потенциальные с вашими потенциальными клиентами. Приучайте людей заходить на ваш профиль LinkedIn перед тем, как делать дальнейшие действия по отношению к вашему бизнесу. Summary. Я не случайно разместил здесь бриллиант. Наша Summary – это как уникальность. Нет одинаковых бриллиантов в мире, нет одинаковых людей, нет одинаковых профессиональных опытов. Даже если вы учились в одной бизнес-школе, у вас разные скиллы, у вас другое мировоззрение, у вас разное восприятие, у вас другой экспириенс. Это все надо сделать и разместить через профессиональный storytelling, через профессиональную историю, создать свою историю. Я уверен, что миром правят истории, и мы все родом из истории. Истории транслируются и абсорбируются на уровне подсознания. Истории – это то, что мы впервые слышим в детстве. Нам рассказывают наши мамы и бабушки истории. Мы склонны доверять историям. Поэтому правильная история имеет намного больше конверсию, чем просто сухой рассказ от третьего лица. Я вообще не рекомендую делать summary от третьего лица. Сергей, это та же посылка тебе. Да, я знаю. У меня этот косяк есть, присутствует. Люди склонны доверять людям. Для меня нет понятия такого как B2B или B2C, есть H2H, Human to Human. Я допускаю возможность, что, возможно, скоро будет общаться мой робот с твоим роботом, либо я буду общаться с чат-ботом, с другим роботом, но все равно я склонен доверять больше людям. А люди говорят про меня, про себя. Где ты здесь в этой истории? Не кто-то про тебя рассказывает, а где ты? Расскажи от первого лица. И рекомендую всем это сделать, рассказать свою историю, зашить свои компетентности, зашить свои сильные стороны и показать людям, откуда вы родом. Как вы дошли до того бизнеса, который у вас есть сейчас. Как вы помогаете закрыть боли. Я называю это принцип «Айболит». Покажите клиенту, как вы можете вылечить его. Любой продукт, любой сервис – это закрытие какой-то боли. Нет боли – нет продаж. Спин на этом держится. Наибольшая конверсия у медиков, потому что они работают по спин-продаже. Они выявляют боли, закрывают их, и вы с этим листочком идете и покупаете. То, что они сказали, написали. Уровень конверсии – 95%. Если бы все наши месседжи в бизнесе имели конверсию 95%, все бы были миллионерами уже давно. Наверное, да. Поэтому обратите внимание на саммари и на вашу историю. Я специально сделал здесь подборочку с помидорчиков, с разных ингредиентов, потому что у каждого из нас разные ингредиенты. И даже если ингредиенты одинаковые, пропорция ингредиентов делает в результате совсем другое блюдо. Поэтому определиться четко, кто вы есть, какая ваша ценность и зашите это в свою саммари. Я склонен к тому, что в саммари должен быть еще один блок отдельно по контактам, по информации дополнительно. Как вас можно найти, как с вами можно сконтактироваться. Дополнительно пройдите тесты профессиональные. Есть тест PDA, есть тест PLUM – это глобальные международные тесты по определению компетенций, которые помогают вам решать или реагировать на любые бизнес-задачи, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы перейдете на мой профиль и в Google поиск эту ссылочку введете, вы увидите результаты профессионального теста. Я откроюсь вам по-другому как профессионал, если вам будет интересно узнать какой-то аспект моей деятельности как бизнес-профессионала. Где его можно пройти, где этот тест? А вот PDA – это PDA International. Вы вводите ссылку и там есть даже бесплатное тестирование. Также плам тест – это облачные компетенции. Тебе предлагают выбрать из разных компетенций то, что наиболее конкурентно по отношению к тебе. Наиболее конкурентно. То есть может быть пять компетенций, но одна из них наиболее подходящая в этом бизнес-кейсе. И потом они дают четкий анализ, насколько точный, что я даю гарантию 100% вы будете просто шокированы результатами, которые вы получите. Это бесплатно. Можно сделать платную версию, можно на бесплатной. И бесплатная дает результаты, которые очень интересные. В первую очередь для себя, как принятие и понимание усведомления своих сильных сторон и проработки слабых. Плюс картинка дополнительная для твоей целевой аудитории, чтобы они понимали, что за человек ты есть на самом деле. Окей. Дальше по контактной информации нужно максимально добавить информацию в раздел «Контакты». Это и сайт компании, и сайт свой персональный, телефон, адрес, который можно сразу в GPS привести, Google Maps. Любой человек может приехать по этому адресу, уже проложив маршрут. Имейл, скайп, либо другой какой-то ресурс, да. И обязательно укажите свою дату рождения, так как дополнительный бонус в свой день рождения тебе начинают все лайкать, поздравлять. И это дополнительный трафик на твою страницу раз в год бесплатно для LinkedIn. Почему бы не воспользоваться? Так, движемся дальше. Скиллы – это такая социальная игра в LinkedIn. Она дает в 13 раз больше просмотров. Кто-то ее играет, кто-то не играет, кто-то не играет, упускает возможности. Можете оставаться в сторонке, я никого не буду тянуть за руки, но рекомендация набрать 50 скиллов, которые вы должны зашить. Скиллы – это ключевые слова, по которым вас могут искать, по которым вы можете быть приоритетизированы в поиске согласно разных вариантов поиска или запросов от клиентов. Поэтому посмотрите, какие ключевые слова наиболее конгруенты к вашему бизнесу, к вашему сервису и зашите, то есть интегрируйте их максимально в профиль. Максимальный уровень скиллов – это 50. Рекомендую сделать себе привычку, если вы заходите к человеку на профиль, заиндорсите ему два скилла. Что это делает? Это бесплатное социальное поглаживание. Человек увидит, что вы к нему заходили, зайдет на ваш профиль. И так, возможно, у меня было это сотни раз, что так начинается коммуникация абсолютно незнакомых людей, которые, в конце концов, встают клиентами, бизнес-клиентами. Экспириенс – ваш опыт. Часто вижу, что крутые дяди не рассказывают, чем они занимаются, просто в лучшем случае сухо пишут свою позицию, там, SEO, founder, co-founder, но не пишут, чем они занимаются. Есть технология К, концепция – это content action results. Что было, что за ситуация, какое действие вы предприняли и какой результат. Оцифруйте свои результаты, результаты свои, как профессионалы с компанией, в которой вы работаете, и ваш импакт, ваше вложение в этот бизнес. Вот как может выглядеть, допустим, результаты деятельности, прирост факта к плану плюс 35. То есть цифры, которые говорят, что конкретно ваш импакт, как руководителя, либо как бизнес-девелопера, либо как собственника, его можно измерить. Если вы не можете измерить свой импакт, соответственно, наверное, его и не было. Все просто. Education. Обязательно укажите свое высшее заведение, где вы учились. Обязательно укажите, какая у вас тема диплома. Поэтому, возможно, это кому-то будет интересно. Возможно, кто-то по университету будет искать таргетизацию. Возможно, вы можете найти и таргетизировать свой бизнес-посыл. Допустим, я хочу, если я разрабатываю софт для бизнес-обучения, я хочу его таргетизировать только на тех, кто закончил Оксфорд. Я могу выстроить такой фильтр и сделать таргетизацию только на тех, кто учился в Оксфорде. Вот так, как это работает. Если у людей обозначено, что они учились в Оксфорде, они увидят мой месседж, либо я их найду. Online Education. У нас сейчас масса возможностей, которые многие не используют. За смешные деньги, 50-70 долларов, ты можешь обучиться в топ-гуру в международных университетах. Я, например, прошел обучение в Мичиганском университете. Меня интересуют переговоры. Меня обучал, на секундочку, Джордж Сиддл. Это топ-50 людей, которые преподают сложные переговорные навыки только C-левел управляющим. То есть, это CEO Tesla, BMW, Apple и так дальше. Они учатся у него. А я за бесплатно у него прошел онлайн-курс, сдал практические результаты, сдал экзамен и получил вот такой сертификат Statement of Accomplishment от Мичиганского университета по успешным переговорным навыкам. Круто, круто. Это можно зашить в LinkedIn profile и показать свою экспертность, свой маленький пазл, который добавляет картинку и формирует его картинку как профессионала. Поэтому используйте это, учитесь на разных площадках. Это просто, это эффективно, это быстро, это результативно. Вы за месяц можете прокачать любой свой скилл и получить результаты. Награждение, тесты, сертификаты, патенты, волонтерская деятельность. Это все также нужно зашить в ваш профиль и показать это профессионально. Я в рамках рабочих, да, у меня был проходной порог. Мне нужно было сделать Test of English for International Communication. Это международное тестирование, которое котируется во всем мире для использования в предпринимательские и бизнес деятельности по всему миру. Как бенчмарк для бизнеса английского. У меня была цель 768 баллов, я набрал 800. У меня есть сертификат, я его приложил в LinkedIn. Есть какие-то там мои активности, которые были отмечены особым образом руководством на разных компаниях. Я тоже это все зашил в профиль, как дополнительно показать свою ценность как профессионала. Рекомендации. Это, я считаю, что это вообще маст и это очень важно. Мы все, как бы, все люди это социальные особи, да, они ищут social proof, они ищут доказательства вас как профессионала. Даже если мы знаем, что отзывы могут быть проплачены, даже если мы знаем, что рекомендации могут давать на заказ, мы все равно их ищем, все равно ищем доказательства вашей профессиональности. Поэтому их нужно зашить в LinkedIn и сделать это правильно. Я считаю, что нужно на каждую позицию получить минимум три рекомендации от ваших партнеров, коллег, бизнес-партнеров, менторов и так далее. Это social proof и это геометка, это линк на ваш LinkedIn профиль. То есть, если я кому-то дал рекомендацию, на профиле этого человека будет переход на мой профиль через мою рекомендацию. Это геометка. Если у вас много рекомендаций, вы, соответственно, расставляете неточки на профайлах разных людей. Ваш больше рейтинг. Вот как выглядит рекомендация. У меня где-то сейчас, по-моему, 75 рекомендаций от моих бизнес-партнеров, от моих коллег, от моих клиентов. И это дополнительный social proof для моих потенциальных клиентов, которые, возможно, выбирают меня по одному из направлений моей деятельности. Либо это LinkedIn, либо это come in the industries. Если у вас уже all-star profile. LinkedIn категоризирует профайлы. All-star profile – это означает, что вы заполнены все возможные поля минимально. И LinkedIn уже индексирует ваш профиль как максимально эффективный. Вы в 20 раз больше получаете просмотров. У вас лучшая партизация в результатах поиска. Что делать дальше? Дальше надо делать и формировать правильный network из вашей потенциальной целевой аудитории. То есть, если вы знаете, что вы SEO и вы продаетесь через коммуникацию с SEO, добавляйте свой network SEO и founder людей на однаковом бизнес-уровне. Потому что конверсия общения между SEO и SEO намного выше, чем SEO и sales manager. Если вы, как собственник, понимаете цены своего бизнеса и готовы продавать. Если вы не готовы, я считаю, что говорить про бизнес не нужно, нужно остановить этот бизнес. Тогда вы должны набирать в свой network правильных людей, с которыми возможно вести коммуникацию и заявлять про свои услуги. Цель минимум набрать 500 контактов, все, что выше индексируется LinkedIn как 500+. Поэтому, если у вас меньше 500 контактов, я расцениваю это как несерьезное отношение к LinkedIn. То есть, я сразу понимаю, что передо мной человек, который не до конца понимает ценность network, ценность бизнес-контактов. Додавайте line. Line – это LinkedIn Open Network. Это такие вот узлы, на которых завязаны очень много правильных контактов. Если вы добавляете line, автоматически все контакты добавляются к вам в сеть. Если вы добавите меня, 26 тысяч контактов перейдет к вам в второй круг контактов. Соответственно, вы можете найти больше правильных лидов, если вы добавляете правильных line. А line – что это такое, подскажи? Line – это LinkedIn Open Network. Это человек, который открыто заявляет про то, что он очень легко добавляет в свой бизнес контакты людей, и он никогда не поставит «я его не знаю». Потому что, если вы добавляете незнакомого человека, я могу проигнорировать его. Либо я могу поставить, что я его не знаю. LinkedIn набирает процентаж людей, которые я его не знаю, и может заблокировать ваш профиль. Поэтому, если вы добавляете line – это как бы гарантия того, что человек не скажет, что он вас не знает. И может добавить в свой бизнес network. Окей. А как их откопать? Как их определить, что это… Просто в поиски вбиваете line и people. Выбираете не компании, не группы, а people. Можно… Это… Как бы есть разные варианты. Есть можно вбить в поиски line. Можно вбить в поиски line и искать по группам. Есть группы line-ов глобальные, в которых собираются и тусуются line-ы, которые обменяются контактом и добавляют, и наращивают свою массу влияния. Если ты добавляешь line-ов, и ты сам есть line, ты можешь найти человека любого в LinkedIn через меньшее количество рукопожатий. То есть, я абсолютно четко заявляю, что я могу найти любого человека, который есть в LinkedIn очень быстро. Очень быстро. Потому что у меня есть контакты и line-ы на всех континентах, и я могу выйти на LPR любой компании, если этот человек есть в LinkedIn. Хорошо. Услышал. Вы создаете контент правильный. Inbound marketing, вы уже знаете, что это такое. Это создание… формирование базы потенциальных клиентов через создание правильного контента, который… из-за которого люди сами хотят у вас купить. Outbound marketing – это продажи напрямую, они не работают. Ну, или работают с очень маленькой конверсией. И надо раздавать эндорсменты еще раз. Если вы заходите на профиль человека, заэндорсите сразу, как привычка, два его скилла. И человек увидит, что вы заходили, увидит, что вы заэндорсили его скилл, и будет заэндорсить ваш скилл в ответ. И надо добавляться в профильные группы. Максимальный лимит – это 50 групп. Это лайфхак такой по группам. И если ты состоишь в группе, ты можешь коммуницировать напрямую со всеми участниками группы, даже если некоторые участники состоят в третьем кругу твоих знакомств. Подожди, что это правда? Я этого не знал на самом деле. То есть я могу, например, подписаться на какую-нибудь ассоциацию, условно говоря, среднего IT-бизнеса Соединенных Штатов и тупо с ними общаться? Да, и ты имеешь доступ ко всем участникам этой группы. Это такой лайфхак, который знает очень мало людей, которые вообще его не используют. И ценность вся в группах – то, что ты имеешь доступ, прямой доступ ко всем участникам группы. Даже если ты состоишь в третьем контакте. То есть даже если друг твоего друга, ты к нему можешь только достучаться, либо попросив рекомендации через своего друга, либо имея 15 имейлов, если ты на платной версии сесс-навигатора или какого-то другого платного ресурса, ну или другой ресурс, пакет LinkedIn. И то у них в месяц 15 имейлов. А состояв в правильных группах, где тусуются твои потенциальные лиды, ты можешь общаться напрямую с любым из участников этой группы. Этого практически никто, либо знает очень мало и тихонько это использует в своих целях, либо люди вообще слышат там первый раз такое. Поэтому используйте это. Слушай, Игорь, есть мнение вообще о том, что на LinkedIn группы вообще мертвые. То есть там участников может быть и 50 тысяч, но в группе ничего не происходит. Просто там заходишь и там какая-то смерть вообще непонятная. Ну опять же таки, согласен, что сейчас активность в группах бывает разной. группа в группе рознь. Первый вопрос – это какая цель, да? Если у тебя цель найти правильного человека и он состоит в группе, маленький лайфхак, да? Если ты заходишь на профиль человека, опускаясь вниз его профиля, там есть группы, в которых он состоит. Если ты понимаешь, что это твой целевой клиент потенциальный, заходи в эту группу, регистрируйся и ищи там таких же самых целевых клиентов. Если ты работаешь с SEO, найди группу, где тусуются SEO, в каких группах они тусуются, заходи в эту группу и общайся с SEO напрямую. Вот и все. Вот и весь алгоритм. Он простой, но эффективный. Я за простоту в сложных вещах. Если ты не можешь сделать что-то просто, значит ты делаешь это сложно. Если ты делаешь это сложно, это низкий уровень конверсии. Это моя формула. Я обещал дать формулу для inbound маркета, которую можно применить к любой социальной сети. Если тебя нет в интернете, тебя нет вообще. Это сказал Билл Гейтс, да? То есть все мы ищем в интернете. Если ты есть в интернете, ты должен создавать контент. Если ты не создаешь контент, тебя нет в интернете. То есть изначально опция – ты создаешь контент. Если ты создаешь контент, у тебя повышаются шансы на взаимодействие с твоими целевыми контактами, с целевой аудиторией. Если ты правильно создал профиль, правильно набрал network, у тебя целевая аудитория уже изначально. Соответственно, она взаимодействует. Она like and share. Она спрашивает. То есть это inbound маркетинг. Она интересуется контентом. Она хочет узнавать что-то. Ты даешь эту ценность. Появляется доверие. Без доверия продаж нет. Как только появляется доверие, появляются вот эти все зелененькие, синенькие, разного формата купюры, которые приносят некоторым счастье людям. И если у тебя есть много доверия, есть взаимодействие, если у тебя есть правильный контент, это формула любого inbound маркетинга в любой соцсети. Поэтому используйте правильную эту формулу, посмотрите на это по-простому и интегрируйте это в свой бизнес и получайте то, что стоит после этого знака, вызывая больше доверия у своих целевых клиентов. Все просто. Это можно объяснить трехлетнему ребенку, он это поймет. Поэтому это работает. Ну и это чем я могу быть полезным. Мой сайт игрниколенко.com. Я там стараюсь в формате смузи объяснить, чем я могу быть полезным и запаковать под ключ бизнес либо собственников, либо корпоративный бизнес, либо консалтинг под ключ с маркетингом для того, чтобы настроить ваш инструмент в бизнес, интегрировать в него LinkedIn более правильно. Я хочу еще показать одну страницу с другой презентацией, я хочу показать еще инструменты, которые служат для автоматизации бизнеса. Возможно, люди не знают про них и это будет… Буквально сегодня или вчера, я не помню, был в пост-группе в нашей основной о CRM, во-первых, о средствах автоматизации взаимодействия с LinkedIn и о CRM для LinkedIn. Ага. Сейчас видно страницу, где LinkedIn Automatization App? Да, видно, видно, конечно. Вот. Я фокусирую ваше внимание на Growth Lead. Это новая очень мощная, очень мощная программа, платформа, которая позволяет интегрироваться с вашим Sales Navigator и строить именно компанию, именно компанию компанию, расширенную, тратизированную, узкопрофильную, результативную по вашим лидам. Можно ее настраивать, она очень простая. Стоит она где-то порядка 100 долларов в базовый пакет, но ты можешь очень-очень четко настраивать рекламные кампании. Это не будет восприниматься LinkedIn как «Dangered». Да, потому вот эти слева, это DuckSoup, LinkedIn Haper, Leonard, LinkMonster. Это программы автоматизации, из-за которых LinkedIn может индексировать вашу активность как чат-боты, как неправильную, и может заблокировать ваш профиль. Если вы работаете через Growth Lead, Zapier – это платформа, которая интегрирует вашу CRM-систему с Growth Lead. И вы сразу можете получать лидов сразу в свою CRM. То есть Growth Lead, Zapier, и через Zapier интегрировать всю компанию, всех лидов в свою CRM-систему. Круто. Круто. Слушай, так и пишешь Growth Lead.com или как его можно? Хотя, я думаю, через поиск можно. Да, да. Growth Lead. Есть и страница «Бизнес» в LinkedIn. Они дают тестировать, они делают Skype call на 15 минут, показывают демо-версию. Можно запросить, попробовать поюзать, попользоваться. Но я уверен, что эту прогу используют, возможно, там 0,0% в мире, но она очень эффективна. Это такая, как базука, я бы сказал, или наоборот, лазерная снайперка. Я понял. Сейчас все, кто смотрит мастер-классы, я уверен, побежали гуглить, что такое Growth Lead. Ну, у меня все на самом деле. Окей. Игорь, спасибо большое. Очень информативно, очень сжато. Это круто. Мы, к сожалению, вышли за рамки 40 минут, как ты просил. Ну, вот, собственно говоря, вроде я тебя не сильно отвлекал, но все-таки много информации довольно. Ребят на Фейсбуке, большая просьба, напишите, если зашла информация, напишите Игорю спасибо. Я думаю, ему будет приятно почитать это в комментах. Я думаю, Игорь потом зайдет и почитает комменты. Обязательно. Да, потому что много этих, много, кстати, людей написали чек-лист. Вот. Супер. Я тогда пришлю тебе чек-лист, и это будет дополнительная ценность всем, кто смотрел, и всем, кто хочет получать больше конверсию от своей деятельности в LinkedIn. А либо, я считаю так, если ты делаешь что-то, нужно выжимать из этого по максимуму. Делать это с наиболее максимальной конверсией. Либо не делать вообще. Согласен с тобой абсолютно. Там, кстати, я отвлекся на Фейсбук, там как раз эти летят. Сердечки всякие, там вот эти штучки всякие. Ну, короче, блоги тебя благодарят. Спасибо. Да, Игорь, спасибо тебе большое. Во-первых, мы с тобой разберем чей-то профиль, потому что там 13 репостов. То есть, из 13 человек мы выберем один и разберем чей-то профиль. И, собственно говоря, если видосик наберет положенное количество просмотров, то сделаем мастер-класс. Придется делать, ну что, пацан сказал, пацан сделал. По-любому. Все, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Все, пока, ребят.